Строительство осуществляется на земельном участке площадью 2 гектара в 100-метровой береговой зоне. Как выяснилось, здесь возводится вторая очередь пятизвёздочного курортного комплекса «Аквамарин». Стройка идёт полным ходом. Таблички при входе на стройплощадку предупреждают об опасности нахождения на объекте без средств защиты. Однако каски журналистам не предложили. Впрочем, они и не понадобились, потому что для прессы устроили презентацию туристического комплекса в одном из строительных вагончиков. Красивый рекламный ролик комментировала заказчик строительства. Вот изюминка будет ещё нашего комплекса. Это «Аквамир». На данный момент занимаемся проектированием данного комплекса, комплекс банных культур народов мира. Но это уже не здесь, это дальше, это дальнейшее развитие. Журналисты пытались добиться у представителя Гостроюнадзора результатов проверки строящегося объекта. Однако старший инспектор сообщил, что комментировать пока нечего. Проверка только началась. По поводу замечаний, на данный момент проверка ещё проходит. Если, естественно, будут какие-то нарушения выявлены, то в соответствии с законодательством будут приняты меры. Расскажите тогда, как идёт проверка, что вы проверяете? Ну, проверяется, значит, выполнение строительных работ в соответствии с проектной документацией. Проверяются сертификаты качества, введение исполнительной документации. Презентация продолжилась. Заказчик строительства общества с ограниченной ответственностью «Сегастур», входящая в группу строительных компаний «Парангон», которую связывают с именем экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. На территории строящегося в Парке Победы туристического комплекса разместятся рестораны, магазины, сауны, бассейн площадью 900 квадратных метров, крупный оздоровительный комплекс и пляж. Заказчик строительства заверяет, что все документы в порядке. Стройка получила зелёный свет от правительства Севастополя. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на четвёртый квартал 2016 года, но продажа апартаментов уже объявлена. По словам заказчика, они займут 50% площади будущего отеля. Мы привлекаем со-собственников, со-инвесторов, что не противоречит никакому законодательству, федеральному, российскому в том числе. Также 214 ФКЗ о привлечении пайщиков к строительству предусматривает его привлечение в коммерческие объекты недвижимости, то есть нежилые. Это мировая практика. Это практика всего мира. Это практика Европы. Впереди строительство третьей очереди аквамарина. Это будет комплекс банных культур народов мира. Аквамир. Представитель Гостроюнадзора заверил, что результаты проверки объекта будут известны через несколько дней. Но уже сейчас видно, что особых вопросов к застройщику не возникнет. Маргарита Пронина, Денис Александрович, СЕФИН, ФОРМБЮРО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова